Легион здесь, дорогие мои друзья, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Мэдзом Печка. Особились мы на том, что, оказывается, Кюхана поймали, да и вообще что-то случилось с отрядом Союза Справедливости в горах во время операции по спасению пленных корейцев от Японии. И пока из его отряда нашелся лишь Кюхан, точнее, мы его случайно нашли, когда он валялся в порту, полуживой, скажем так, ну или просто изголодавший. По итогу он ушел от нас и его приняла охранка, и собственно мы теперь идем его спасать. Океан и песчинка 5, погнали. Ты куда-то уходил. Похоже, Кюхана здесь нет. В поезде. О чем ты? Сядь, Лиза. Сохраняй спокойствие. Ну, начнем действовать по приезду в Хабаровск. Так, а он, то есть, должен был в этом поезде быть? Лиза уже даже молится. Прямо так сильно переживает за него. Ну, все-таки это ее возлюбленный, так что есть повод. Все, ждут и ждут. Ну, теперь даже уснули только Ася. Как-то особо не спит. Хабаровский вокзал. А я думала, вы спите. Вставайте, не время сейчас отдыхать. Мы прибыли? Да, мы в Хабаровске. Ну, пойдем. Там Кюхан, да? Да, Кюхан. Нет. А, надо с Лизаветой поговорить? Я уже думала, дайте спасать Кюхана. Ну, ладно. Там у них что-то взрывают. Салют, что ли? Надеюсь, этого на записи слышно не будет. Лизавета, подожди. Я пойду первый и попробую поговорить. Петя, держи деньги на готове. Лиза же тебе их передала. Да, деньги у нас. Рассчитываю на вас. Деньги будут тратить по мере необходимости. Дождись моего сигнала и приходи. Что, вот так вот просто? Серьезно? Вот прям вот так вот просто, да? Прикольно. Вот так просто, то есть, да? Так, секунду, я вот этого уберу. Чтоб на превьюху было, что поставить. В случае чего. Кюхан. Как же ты намучился. Страшно было? Нет, я был к этому готов. А я испугалась. Думала, больше тебя не увижу. Прости. Мы так давно толком не говорили. Это ты меня прости? Ничего, я... Ничего, я некоторое время буду в Владивостоке. Правда? Претепещаю быть осторожнее. Ради моего капитана. Не называй меня так. Да как там еще взорваться-то будет? Взрывается и взрывается. Серьезно, я надеюсь, этого не будет на запись, а то просто минут вся атмосфера. Пора выдвигаться. Я пойду с Асей. С чего это? Ну да, что это я? Не дай бог еще твой муж уйдет. Веряю Кюхану в твои руки. Ну действительно, доверить Кюхану мне, когда у нас с ним терки? Угу. Отлично. Ой, пошел своей недовольной рожей, как обычно. Мы его спасли, а он... Ой, ясно, короче. Почему спасли? Я имею в виду не от охранки, а вот именно от того, чтобы он там помер во рту. Елизавета и Кюхан были возлюбленными. Ну это мы вообще очень давно знаем. Прям очень давно. Кюхан и Елизавета были возлюбленными вплоть до ее замужества. Но мы это все знаем. Не обязательно было нам это все говорить. По-новой. Как вы? А как сам думаешь? Я знаю, что вам пришлось пережить. Сам не раз видел, как ловко они раз... Как они ловко оставляют капканы. Да, луто мне надоело ему взорваться. Кюхан, а как остальные держатся? Инсоп и господин Ан вроде в порядке, но те, кто постарше... Кто с ними? Никто не послушался господина Цоя, и последствия не заставили себя долго ждать. Мы будто в ловушке, с которой живым не выбраться. Где кто-нибудь да протянет руку? Вам тоже когда-нибудь? Не всем так везет, как тебе. Мало кому хватит великодушия простить мерзавца, всадившего нож прямо в спину. И далеко не каждый срывает злость на чем-то другом вместо того, чтобы отомстить предателю. Уж не знаю, какой вам представляется Ася, но вы ошиба... Ошибаюсь? Мне все известно, змея ты подколодная. Я давно понял, в чем дело, хоть подробностей и не знал. Что у вас произошло с Корневой? Рассказал. Сейчас еще больше агрессии будет в наш адрес. Да чего же ты жалкий? Даже не можете с ней по душам поговорить. Какое там доверие? Просто смешно. Знаешь что? Катись ко всем чертям. Живи как знаешь. Буду я еще волноваться о всяких подонках. Кажется, приехали. Я и не сомневался, что сейчас больше агрессии будет в наш адрес. Вот прям вообще не сомневался. А, стоп, то есть... Волноваться о всяких подонках. Ну, то есть, он нас волновался еще? Вот это интересно. Он, то есть, нас ненавидел, но и в то же время волновался. Блин, а Кьюхан все-таки не такой плохой, ладно. Беру свои слова назад. Держись от Пети подальше. Что за тон, Лизавета? Что за тон, Лизавета? Мы же друзья. Именно. Вы оба мои друзья. И я вас знаю как облупленных. Поэтому я предупреждаю. Ты обязательно обожешься. К тому же... Ну, идем направо. Батюшки святы. Вот и наш главный хиляк. У легавок не лошелось добычей поинтереснее? Попридержи-ка язык за зубами. Меня зацапали военные, а не полиция. А их нельзя недооценивать. Подумаешь, будто между полицией и армией есть какая-то разница. Еще какая. Представь, выстраиваются перед тобой 10 здоровяков. Ну и что? Стрелять-то ведь не стреляли. Ну, им есть что обсудить, я так полагаю. Хе-хе-хе. Что не так? Стой ты, Джин. Так-то... Так-то пулевое ранение. Где? Ну, а теперь не смотрят на нас так-то злобно, он... Как-то теперь тоже нас грустно даже поглядывает. Стоп-пэ. А я разговаривать буду. Кюхан. Что тебе? Вы так просто уходите? Даже не вздумай меня останавливать. А как же Лиза? Разве вы не знаете, как она вас... И что мне еще сделать? Унести ноги в самый разгар драки? Дать арестовать себя еще раз? Проклятье. Одним героизмом сыт не будешь. Тебе все равно не понять. И сделать ничего нельзя. Помни, что я тебе сказал, Ася. Присмотри, пожалуйста, за ты, Джин и за Петей. Будь осторожна. Завязывайся всеми опасными делами и не вовлекай в них других. Других? Тебя, твою семью, Кюхана... И Петю? Прошу тебя, Ася. Я не хочу потерять вас двоих. Ага, хватит тебе уже переживать. Спасибо вам обоим. Большое. Эй, вы! Так, секунду. У нас там картотека, оказывается, есть. Я на всякий случай проверю. Мало ли, у Петра это... Так, наедине с Лизаветой зовет ее мой капитан. Это важно. Что случилось? Спасибо. Мы лишь поступили так, как должны были. Арест все равно был незаконным. Тем не менее. Будь у меня российский паспорт, я бы тоже поехала. Конечно, Кюхан бы тебе обрадовался, я могу помочь с гражданством. Так, вот это. Не надо. Килякова, ты без гражданства прекрасно живется. Ладно. Невитеральный хотя бы вариант. Ну, в принципе, с Тэджином у нас и так хорошие отношения, так что... Переживать особо не стоит. А что ты скажешь? К счастью, все разрешилось. И твой паспорт готов. Что собираешься делать дальше? Надо подумать. Новая цель должна быть покрупнее японского консульства. Там мне не удастся вернуть свой долг. Забудьте наш разговор у Лизиного дома. Можете мне ничего не объяснять. А еще не все? Я думал, сейчас уже эпизод кончится. А он еще, смотрите-ка, идет. Схрон Петра у нас был где? Он у нас был в переулке. Правильно. Поэтому мы идем в переулок. Домовладелец там стоит. Ну, пускай стоит. Так. А зачем у нас схрон? А, хотя, зачем я это спрашиваю? Петр-то по-любому отдохнуть хочет или еще что? Ну, скорее всего, просто отдохнуть. Опа. Полиция. И тут меня нашли. На какое-то время я решил укрыться на складе. Как они его выслеживают? Несколько дней спустя. Теперь, надеюсь, я в безопасности. Опа. И здесь меня нашли. Ты что, серьезно будешь стрелять в них? Я не думаю, что это хорошая идея, Петр. Это же все-таки охранка. Опа. Ого, какой свирепый. Ну, вы меня и напугали. Знаете же, знаете же, что скрываюсь. Она какая-то грустная. Что случилось? Неужели... Советую поспешить в Янчихе. Господин Ацое, стреляли. Опа. Значит, у Японии новый убийца? Что, серьезно выходит? Нет, получается, Петр был прав, что они наймут какого-то другого. Человека, который будет выполнять грязную работу. И этот новый человек уже появился. Потому что только японцам выгодно убивать господина Ацое, насколько мы с вами знаем. Но вот эта вот новость... Это прям... Это... Ладно. Здесь можно и без комментариев, в принципе. Но для Петра явно это что-то серьезное. Потому что господин Ацое его спас. И... По факту... Петр может его называть отцом же, правильно? Ну, по факту, конечно. Ну, вот так вот все это дело у нас вот и происходит. Следующий эпизод будет у нас открыт когда? Начнем к следующей... История. 17 сентября. Значит, 18 сентября у нас будет ролик. А до этого момента будем с вами ждать. Ну, конечно, я сейчас буду еще копить монетки. И... Скорее всего... Не в 18 числа будет ролик, а как раз таки 17-го. Я открою ранний доступ и сразу начну. Потому что монеток у меня к тому моменту должно быть уже в теории много. И мне будет уже спокойно хватать на то, чтобы купить ранний доступ. Прямо недорогой. Но когда уже монеток будет больше и больше, то, естественно, и ранний доступ будут покупаться на все раньше и раньше. Ну, то есть нам не придется ждать почти вблизь выхода истории. Мы будем покупать просто заранее. Ну что ж. А это вот заканчивает у нас сюжетная линия. Как она там у нас называлась? Океан и песчинка. Которая была связана с Кюханом и Лизаветой. Так что, если вам понравился ролик, то ставьте лайки, пишите комментарии, на которые я все отвечаю. Ну и не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Меня это мотивирует, а вам, собственно, это несложно сделать. Ну и не забывайте добавлять ко мне друзья вконтакте. Ссылочка всегда есть в описании. Я добавляю абсолютно всех, без исключения. Также на моей стенке вконтакте сейчас идет опрос о том, какую игру мы будем с вами проходить параллельно с печкой, либо Джекелин и Хайт, либо Призр Копперы. Вы можете либо перейти на мою страницу и там на стенке найти опрос, либо же перейти по ссылке на сам опрос, который будет находиться над ссылкой для скачивания самой печки с плеймаркета. А на этом все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...